Послание президента Федеральному собранию – вектор развития страны, который задает национальный лидер. Обозначение ключевых направлений во всех сферах, масштабные цели и задачи. К их реализации на местах приступили незамедлительно. В Брянской области депутатский корпус регионального парламента работал совместно с исполнительной властью. 92 принятых закона за минувший год. Приняты законы, направленные на развитие системы образования, медицины. Власть-работа направлена на расширение, поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие АПК и улучшение условий жизни нашего населения. На Совете областной думы председатели комитетов о проделанной работе. Обсуждение открытое. Прямо из зала. Онлайн-трансляция на сайт ЗАГС Собрания. Контроль за исполнением закона Брянской области о патриотическом воспитании, о народно-художественных промыслах, о науке, научно-технической и инновационной деятельности, об объектах культурного наследия. В числе приоритетных направлений образования здесь Брянская область – бесспорный лидер. За два года в нашем регионе построено пять новых школ. Возводятся современные пристройки к учебным заведениям. На территории старого аэропорта уже в этом году распахнет двери школы на 1225 мест. Для дошколят новые детские сады и ясельные группы. Важно! Возводят объекты и в районах. Появится в Брянской области детский технопарк «Кванториум». Регион первым в стране подписал соглашение с Министерством просвещения. Инновационная площадка создается по модели «Стандарт». На оснащение высокотехнологичным оборудованием, современной мебелью, выделенный из федерального и областного бюджетов, больше 73 миллионов рублей. Заниматься в технопарке смогут 800 детей в год. Его планируют открыть уже в сентябре. Три года назад мы в этом зале с вами рассматривали вопрос. А почему мало ребят и мы не обеспечиваем поступление на бюджетное финансирование на наши инженерные специальности, наши вузы? И мы приняли решение и открыли 11 центров технического образования, где сегодня дополнительно ребята изучают математику, информатику, физику. Встала Брянская областная дума на защиту прав обманутых дольщиков. Всецело депутаты поддержали жесткую позицию губернатора. От недобросовестных застройщиков страдать люди не должны. Совместно с правоохранителями был разработан механизм помощи. За 2018 год в Брянской области реализовано 4 масштабных инвестиционных проекта и восстановлены права 239 обманутых дольщиков. Поддержка аграриев. И здесь профильный комитет облдумы работал совместно с исполнительной властью. Мы ранее приняли закон о продовольственной безопасности Брянской области. Также рассмотрены отдельные вопросы в сфере земельных отношений. Разработали и приняли закон о пчеловодстве. Задачу, поставленную президентом по наращиванию экспорта продукции агропромышленного комплекса, Брянщина выполняет успешно. Мы третьи в Центральном федеральном округе по этому показателю. Крупные агрохолдинги и небольшие хозяйства. От мяса, молока до зерна и картофеля. Брянский продукт знают хорошо за пределами нашей страны. Мы осуществляем обустройство доморовых территорий, скверов, парков. Поэтому с этого года сумма финансирования еще увеличилась. В пределах 400 миллионов ежегодно в течение шести лет мы будем обустраивать наши города, населенные пункты. Один из главных тезисов, озвученных российским президентом в послании федеральному собранию – сбережение народа и благосостояние граждан. В регионе работает 25 видов мер социальной поддержки. Больше полутора миллиардов рублей ежегодно выделяется на выплаты пособий. Региональный материнский капитал увеличен в два раза – до 100 тысяч рублей. Ремонт больниц, ФАПов, закупка современного медоборудования и новых скорых. Заботятся и о кадрах. В регион привлекают молодых специалистов. Инициатива губернатора, поддержанная законодателями – выделить миллиард рублей на жилье для врачей. Уже приобретено 43 квартиры. Получают жилье и земельные участки молодые и многодетные семьи, дети-сироты. Мы поступательно идем вперед по всем направлениям социально-экономического развития Брянской области. Хочу сказать, что мы сегодня охватили все направления, начиная от медицины, народного образования, коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Жители Брянской области ставят оценку «отлично» региональным властям и поддерживают курс президента России. Жители Брянской области очень высоко оценивают деятельность нашего президента. Мы находимся на шестом месте в Российской Федерации по этому показателю. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что и председатель Брянской областной думы, и губернатор Брянской области Сан-Василий Богомаз выполняют указы президента. Уже на будущей неделе, 20 февраля, Владимир Путин озвучит новое послание Федеральному собранию. Новые цели и задачи. А значит, Брянская область продолжит их успешно выполнять и двигаться курсом нашего национального лидера. Елена Лощицкая, Игорь Винничук. События Брянск. Игорь Винничук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...